Здравствуйте! Я не знаю, как вам, но мне многих очень приятно видеть, как будто я вернулся на несколько лет назад и снова читаю здесь лекцию. Так что, кто не знает, я Соломатин, зовут меня Андрей Николаевич на всякий случай. Я давно работаю в университете и так вижу очень много знакомых лиц, видимо, и мы с вами давно и много раз уже встречались. Мне хотелось бы рассказать, прежде всего, как это может быть не странно прозвучить, не о том, что такое математика, сколько о том, как ее хорошо бы правильно использовать и какие можно при этом получать очень интересные результаты о нашей жизни, о том, как происходит все в нашем мире. И вот я предлагаю вашему вниманию свое сочинение, которое мы условно назвали «Что делает математика в Антарктиде». Немного из недавнего прошлого Земли. 270 миллионов лет назад было холодно. Все материки, которые мы сейчас обозреваем, ну, по крайней мере, которые вы видите, были в южном и были в южном полушарии, были объединены вместе, и температура, обратите, оп, обратите, извините, 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 это все тайна. И температура была очень низкой, поэтому на самом деле на всех этих районах находят следы оледенения в настоящее время. Они разъехались, во многих случаях здесь очень жарко, но есть следы прошлого оледенения. Двинемся немного дальше. А дальше материки стали расползаться. Это всего 100 миллионов лет назад, совсем недавнее прошлое, но было жарко. В среднем на Земле было гораздо жарче, чем сейчас. И поэтому в этих местах, где сейчас сплошные льды, цвели цветы, и было очень красиво. Можно было гулять под пальмами, если бы мы в это время могли существовать. Что же мы видим сейчас? Если мы подъезжаем, подплываем, как вам больше нравится в Контарктиде, мы видим что-то похожее на Тунду. Семейка бакланов мирно пасется на берегу, морские львы встречают вас. Так, это что у нас? А работы на берегу. Ну, а так как корабль имеет ограниченные запасы воды, то приходится прямо из речки заправляться, чтобы двигаться дальше. Мы двигаемся, в принципе, дальше. Тут же на берегу мы видим, это район острова Киргилена, Южная Георгия, необычных пингвинов. Они вот примерно такие, как здесь на картинке, этого же размера. Специальные пингвины, так сказать, не те, которые живут в Антарктиде, они живут на камнях. Семейка, именно семейка поморников. Посмотрите, у них тут гнездо. Они охраняют это, не просто так. И мы, наконец, хотим увидеть, что же представляет собой Антарктида в современный период времени. И вот вид на Антарктиду из космоса. Конечно, это покрытое сплошным льдом. Территория. И здесь мы можем по современным исследованиям сказать, что вот если бы мы растопили все эти льды, то мы увидели вот такое бы географическое расположение высот и низких мест. Если бы... Но обратите внимание, льды очень сильно придавили Антарктиду. Если бы мы оставили это все так, то она начала бы подниматься. И на самом деле эта карта, это просто карта, когда мы мгновенно уничтожили льды. А по сути, со временем это все бы поднялось. А вот, соответственно, толщина льда. Там, где у нас были низменности, там толщина льда больше. Вот районы. А там, где были возвышенности горы, там, конечно, толщина льда меньше. Мы теперь хотим посмотреть на самое интересное, на вид из космоса в теневом таком исполнении. И я вот хочу здесь немножко задержаться, чтобы мы с вами освоились в этом месте, о котором дальше пойдет речь с точки зрения уже приложения прикладной математики. Вот это восточная Антарктида. Она как бы считается нашей. Но в самом деле все это незаконные слова. Я просто условно говорю, что основные станции исследований мы проводим здесь. Станция Мирная вот в этом районе. Посмотрите, хребет. Видно, что лед здесь немножко вспучен. И лед отсюда движется вот в этом направлении. Вот отсюда он движется мимо вот этой точечки. У меня рука немного дрожит от волнения. Можно мерить степень. И вот сюда. В другом месте, вот в этой точечке, лед опять с этого же хребта движется, но уже вот заворачивает сюда. И что бы мне хотелось обратить... На что бы мне хотелось обратить ваше внимание? Смотрите, что же это за пятнышко? И его, это пятно, удалось увидеть только где-то в 95-96 году, то есть примерно 20 лет тому назад, когда наконец-то пустили спутники исследовательские по траектории, проходящие над центральной Антарктидой. Это абсолютно плоское место. Мы только что говорили с вами, что есть возвышенность, отсюда идут уклоны, движется в этом направлении лед, а это плоское место. Такое, как вы увидите на Казанке, когда во время зимы выйдете на лед. Абсолютно плоское место. Ну, с точностью, конечно, до каких-то неровностей. Давно-давно в этом месте, где самая высокая толщина льда, предсказывали, а вы видели, что здесь толще всего, предсказывали точку плавления на дне подо льдом, на контакте льда со льдом, с породами. Почему? Ну, я думаю, нет здесь проблем. И вы все понимаете, что внутри земля горячее, чем снаружи. И значит, тепло, как в любой кухне, от более высоконагретого места идет к более холодному. И это значит, что из земли всегда к поверхности идет тепловой поток. И если вы накрываете это место чем-то хорошо изолирующим тепло, то там начинает подниматься температура. И здесь тоже температура поднималась. Все прогнозы показывали, что она достигает точки плавления, хотя на поверхности здесь на высоте 4 примерно километра от ложа ледника. Значит, температура в среднем порядка минус 56, зимой где-то 85, но летом немножко потеплее, скажем, минус 50. Все очень здорово, потому что там практически не дует ветер. И эти вот температуры просто не чувствуются. Стоит вам вот здесь вот походить, а там минус 37, обычная для нас погода зимняя, но ветрище такое, что все тут же замерзает, нос отваливается, уши не хотят слушаться и так далее. Так вот, я еще раз обращаю ваше внимание на это место, и я прямо показываю его. Это абсолютно плоское место. В результате специальных исследований, уже целенаправленных исследований в этом районе, было обнаружено, что здесь не просто точка плавления подо льдом, а это огромное озеро, расположенное подо льдом. Что значит огромное, чтобы вы почувствовали? В поперечнике, в длину, это примерно 280 километров. В ширину, ну понятно, что разные размеры, в ширину в среднем это 80 километров. Глубина бассейна подо льдом, все это на глубине четырех примерно километров, а глубина бассейна подо льдом достигает, там меняется, от севера к югу, вот там север, тут юг, от севера к югу, меняется, оно примерно от 100-200 метров, скажем, в мелкой части северной, до порядка километра в южной части. То есть, это такая огромная котловина, расселена. И мы теперь, совершенно случайно, никто об этом никогда не думал, но совершенно случайно, вот на этом краю давно-давно, в 50-х годах, была открыта центральная станция, советская антарктическая станция, станция «Восток». Я уже говорил, что здесь станция «Мирный», поэтому у меня будет к вам вопрос, если хотите, викторина, правда, подарков у меня нет, и премии тоже вы не получите, почему эти две станции, одни из первых, называются «Восток» и «Мирный», я думаю, кто-то все равно знает. Как правило, большая аудитория бывает умнее любого лектора вместе взяток. Заходите, если вам интересно. Совершенно верно. В честь кораблей, которые, как мы считаем, открыли, и экспедиции, которые, как мы считаем, открыла Антарктиду, экспедиция, возглавляемая Лазарем Биллинсгаузеном, пошла сюда на шлюпах «Мирный» и «Восток». В честь их и были на «Азаре». Потому что часто говорят, «О, Восток» – это значит «на Востоке», «О, мирный» – это значит «мы миролюбивые люди». Это все действительно так, кроме того, что это на Востоке, это на юге, но и мы двигаемся дальше, это поверхность ледника. Мы хотим сейчас заняться исследованием вот этих районов. Ну, поэтому, чтобы их исследовать, нам нужно приблизиться к Антарктиде, и мы подлетаем на вертолете к побережью Антарктиды со стороны станции «Мирный». Нас встречают азберги, причем один из них уже перевернулся, вы, может быть, знаете, что они со временем переворачиваются. Внизу подтаивается центр тяжести, перемещается. Это уже задача механики, ближе к математике. Азберги. И вот один из них, один из них перевернутый, это то, что было на дне, а этот еще не созрел. Но на нем уникальные озера. Лето. Примерно середина января. Самый разгар, самое теплое время в Антарктиде. Мы летим дальше, приближаемся к берегу и подлетаем прямо к станции «Мирный». Вот здесь вертолетная площадка, вот наша цель здесь. Мы смотрим налево, мы смотрим направо, видим здания, где живут и работают полярники. Здания построены новые, ну, как новые, относительно, в то время это были новые, сейчас уже много времени прошло с того периода. Они построены, как говорят, на выходах горных пород. Потому что, если этого не делать, то вот что происходит с домиками. Лед все время движется с достаточно большой скоростью. Через несколько лет их засыпает снегом, нужно откапывать, и они подходят к краю ледника, и вот к барьеру, и туда сваливаются. И поэтому надо их отстраивать, либо отодвигать, ну, как получится. Мы с вами теперь от этой станции «Мирный» идем в гору, вот сюда. Достаточно высокий уклон, машина работает на пределе, и, в принципе, за 60 километров пути мы набираем высоту от нуля до где-то 280 метров над уровнем моря. То есть очень крутой склон, потом все становится пологим, и мы начинаем исследование Антарктиды. Конечно, прежде всего, это радиолокация, особенно в районе озера Восток. Оно так и названо, озеро Восток. Вот эта станция, о которой я вам говорил, и эти исследования, как изучение поверхности, так и изучение подледникового рельефа показывают вот такое течение льда в этом направлении. Почему нам это интересно? Я сейчас объясню. И, кроме того, конечно, эти же радиолокационные исследования показывают нам, как располагается рельеф горных пород в этом районе. Вот здесь есть горы, здесь есть долины, а это та же самая станция. Самое интересное другое. Самое интересное, что в этой станции идет бурение. И в конечном итоге сейчас уже дважды пробурили этот лед с поверхности до контакта с озером. Действительно доказано, что там озеро, никаких здесь противоречий быть не может. Но вот посмотрите, что мы имеем. вот это. Современный теплый период. Что мы здесь имеем? У нас, а это желтое, это пыль во льду. В миллионы раз пыль в холодные периоды больше, чем в теплые. Ее количество, я имею в виду, не сама пыль. Что вот это, красная, тоже очень интересная линия? Это количество дейтерия. Дело в том, что мы говорим, что вода – это H2O, но это неверно. Но в самом деле у нас несколько вариантов есть водорода и несколько вариантов кислорода, это изотопы. И есть тяжелый водород, все тоже знают, называемый его дейтерием, и он в воде присутствует. Но он тяжелый. И молекулы, D2O, молекулы тяжелой воды, они тяжелее, они очень пассивны, они не хотят двигаться. А если они где-то наверху, то они падают. Поэтому что? Таких молекул гораздо меньше выделяется в виде пара с океана и гораздо быстрее они оседают. Поэтому если климат характеризуется низкой температурой, то до центра Антарктиды долетает меньше дейтерия. И если мы говорим о составе, так, и если мы говорим о составе, то в данном случае, посмотрите, это теплый период, дейтерия много. Вот холодный период, вот опять чуть-чуть потеплее, но все это холодно, 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 а вот аналог современного периода. На глубине, пожалуйста, посмотрите, тысячу там что, семьсот, восемьсот метров. На глубине, но мы не знаем, когда. Это первая загадка, которую нужно решить. потому что мы хотим знать, как изменяется климат, хотя бы для того, чтобы понять, как он будет меняться дальше, не говоря уже на всякие антропогенные влияния. Если вы посмотрите дальше, то вы опять увидите теплые периоды, теплые периоды, тут все смазано, это проблема, но, обратите внимание, смотрите, сереньким показано, там, где было холодно, там много пыли, там, где было холодно, там много пыли. Почему? Изменяется разность температуры между полюсами и экватором, усиливается, во много раз усиливается активность, ветровая активность атмосферы. И все это несется с плато Патагонии, с Латинской Америки, где-то с Африки. И у нас вот такие результаты. Двигаемся. А это идет бурение. Это люди, которые, как сказать, с трудом которых фактически были добыты эти данные. Очень интересные люди. Посмотрите, это не простое бурение. Там ничего не вертится. Это простая труба, по которой отсасывается вода, а внизу коронка. Я все время студентам, когда рассказываю об этом, говорю, поставьте утюг на лед и включите в розетку, что будет. Они говорят, он будет плавить и будет погружаться. Я говорю, вот, вся проблема только в том, чтобы та вода, которую он расплавил, не замерзла. Значит, ее надо просто отчерпывать. Вы получите абсолютно вертикальную скважину. Нужно бурить только по кругу. И все. Ничего здесь с точки зрения идеи сложного нет, а проблема есть. Решалась очень интересная и сложная задача о том, какая форма должна быть устройства, которое проплавляет лед, чтобы тепло не рассеивало зря, а шло обязательно на протаивание. Потому что, если это длинное, все будет уходить в бока, а на лед ничего не пойдет. Если это короткое, вода закипит. Это тоже будет потеря энергии. Надо было найти оптимальную форму. Мы ее нашли. Написана целая книга по этому поводу. А это локация. Посмотрите, мы четко видим слои. Это уникальные фотографии, уникальные данные. Эти слои можно проследить. Это слои одного возраста. Мы не знаем, какого возраста. Опять та же загадка. Мы знаем глубину. Мы знаем, как они меняются по пространству, но мы не знаем их возраст. Смотрите, пожалуйста, а это озеро. Это лед в районе станции Восток. Это огромное тело ледника. Это горизонтальная практически граница контакта льда с породами. Вот здесь остров подледный. Мы это тоже видим. Это горы, о которых я вам уже говорил. А это ледник. Четыре километра в этом месте. Вру, в этом месте вот здесь станция Восток, здесь 3755 метров. Эти данные уникальны. Они поговорят о том, что лед неоднороден, и что мы уже тоже убедились в том, что в разных слоях имеются разное количество пыли. Что при этом происходит? Ведь чтобы двигалась такая махина, надо, чтобы одни слои терлись относительно других. когда вы намазываете масло на хлеб. Вы не размажете масло, если один слой не будет ехать относительно другого. Но как вы заставите ехать друг относительно одни части льда относительно других, когда это кристаллическое вещество? Кристаллы начинают менять свою форму, они начинают перерождаться. Старые погибают, новые зарождаются. Где будут зарождаться новые кристаллы? Где будет лед, как говорят, мягче? Там, где больше пыли. И вот на этой картинке мы видим, это реальные данные, где во льду больше пыли. А на следующей картинке, это результаты моделирования, это кандидатская диссертация, мы видим, где образовались эти слои мягкого льда. Посмотрите, они, конечно, повторяют слои, содержащие пыль, но в центре, почему он не показывает, но в центре еще не развелись эти мягкие слои. Я всегда говорю в этом случае, смотрите, это примерно то же самое, что когда вы сделали торт и не совсем равномерно намазали прослойки. И если вы этот торт начинаете двигать, или кусочек торта, то где он поедет? Конечно, он поедет по тем слоям, где крем. А промежуточные из теста слои, коржи, они не будут так легко деформироваться. И это, и вот так течет лед. И этим удалось объяснить интересную вещь. До последнего времени был парадокс. Парадокс какой? Лед считался и считается и правильно считается нелинейным веществом. Чем непропорционально нагрузке происходит движение? Это когда вы сильно его нагружаете. наглеете и очень резко прикладываете к нему силу. Если же вы нагружаете не сильно, лед начинает вести себя линейно. Как вода, как многие другие. Появляется понятие вязкости. И вот напряжение во льду в этих частях соответствует низким усилиям. И лед должен был бы двигаться линейно. А мы видим по реальной форме поверхности ледника. Это реальная форма поверхности ледника. Что такой она быть не может при линейном движении. Легко решить эту задачу. Именно в таком приближении формы. Почему? Да потому что появляется чем ближе к дну, тем больше этих прослоев мягкого льда. А это значит нелинейность. Чем больше напряжение, которое во льду, тем легче лед откликается на это усилие. Непропорционально увеличению напряжения. Это одна из первых очень интересных задач, которую мне хотелось бы здесь выделить. Не по истории развития, а по именно значимости. Еще одна. Мы же пробурили скважину. Почему бы через 5 или 10 лет не смерить в ней температуру? Мы же понимаем, что если нас интересует климат, то если когда-то было холодно, а мы поняли, что когда-то было холодно, мы увидели, что там очень мало дейтерия, значит, это был холодный период. Все знают, и мамонты были, и у нас недалеко были ледники. Это известные факты. Хочется понять. А одинаково у нас с Антарктидой все происходило. А в какой степени было холодно? Это загадка до сих пор. Мы знаем, насколько было меньше или больше дейтерия, но мы не знаем, насколько выше или ниже была температура. И еще самое главное, мы не знаем, когда это было. Мы знаем это по глубине, но глубиной мы возраст не измеряем пока, хотя можно было бы это и сделать. и мы понимаем, что если мы с точностью до одной сотой, а это реальное измерение, померили температуру, и если когда-то было холодно, то холод проник вглубь, теперь у нас становится теплее, и значит на самом деле было бы холодно, это было бы вот так, а современный период нам утеплил поверхность, значит можно говорить о том, что там есть информация не только насколько было холодно в прошлом, а когда еще было холодно, но вы скажете, эта задача нереальная, почему нереальная, потому что если мы напрямую будем сейчас интерпретировать эту кривую, вы мне тут же придумаете кучу вариантов, каким образом можно греть или охлаждать, чтобы получать именно вот эту зависимость. Ну, есть цикл Миланковича, мы знаем, что Земля получает солнечную энергию по определенному закону. По закону определенному меняются параметры орбиты Земли, и это четыре периода. А что это означает? Это значит, что климат менялся как сумма четырех синусов и через трех косинусов с разными амплитудами. Нужно найти только амплитуду. И эта задача уже гораздо более реальная. Она была решена. было найдено такое сочетание синусов и косинусов с заданными амплитудами, чтобы при этом кривая расчетная совпала с измеренной сточностью до одной сотой градуса. Одно ноу-хау, о чем хочу сказать. Посмотрите, если это правильно, вы можете сказать, нет, это ваша гипотеза и так далее. То посмотрите, если это было правильно в прошлом, это должно быть правильно в будущем. Почему прошлое мы обжествляем, а будущее мы ему не верим. Вот оно будущее. Посмотрите, сейчас говорят об антропогенном потеплении. Я согласен, это правильно, я не собираюсь зачеркивать. Но, даже если бы его не было, посмотрите, вот это наш современный период. Уже началось потепление бы без всякого антропогенного влияния. И посмотрите, куда оно пойдет. конечно, вы скажете, это 10 тысяч лет, мы до этого не доживем, и наши дети тоже этого не увидят. Но это прогноз. А вот потом, вот потом ударит холд. Но это лет 200-300, надо ждать. У меня время почти на исходе, я имею где-то около 5 минут. И мне бы хотелось вот прежде всего заострить внимание на этом. Вы скажете опять, что да, может быть, но не помнят же лед вот на всю глубину все эти циклы, которые почти на полмиллиона лет. Ну, я скажу, конечно, не помню. Значит, на самом деле эти амплитуды может быть не совсем те. Ближайшие, да, они правильные, а дальше я ничего не знаю. Чего делать? А делать вот что. Мы говорим, что это же циклы. Значит, максимумы и минимумы должны совпадать с тем, что мы видели в Дейтерии. Вот мы что видим в Дейтерии. Я вам показывал эту кривую по глубине, просто она была вертикальна, а теперь она горизонтальна. Смотрите, современный период, недавно было теплее, недавно лет тысяч так, пять тому назад. Потом было холодно, потом вот все это было и вот так далее. Значит, если я теперь на том, так называемом, геофизическом метрономе, каждый максимум с точностью всего-навсего до одной тысячи лет, а речь идет о полумиллионе лет, сопоставлю с максимум, минимум, с минимум, извините, я получу вот эту глицологическую, так называемую, геофизическую шкалу черным, толстым. Я продатировал лед. А как только я продатировал лед, мне не нужно никаких гармоник. Я знаю, как менялось, какого вида было изменение температуры. Мне теперь достаточно найти коэффициент масштабирования, насколько это все растянуть, чтобы получить из дейтерии температуру, а возраст у меня есть. Я решаю оптимизационную задачу, так называемая обратная задача, и я получаю не только в возраст, я получаю еще и реальную температуру прошлого. Ну, а реально вы можете улыбаться, я в это верю, это для меня это священно, как корова. Но одновременно я говорю, что у меня о возрасте есть еще информация. Мне нужно правильно вот эти слои отбить, которые мы видели в локации. Я решаю теперь гидродинамическую задачу течения. У меня есть первое приближение по возрасту этих слоев, и я получаю гидродинамическую шкалу, которая вот с этой точностью совпадает с той, которую я вам только что показывал. Т-сравнение. Отлично! У меня теперь огромный комплекс оптимизации. Я должен теперь подбирать и масштабирование изотопов, и подбирать наименьшее, наилучшее приближение для этих слоев, все вместе, все вместе закрутить, и в конце концов получить реконструкцию климата прошлого и оценку возраста льда по глубине. Вот сравнение с метрономом. с суммой гармоника, которая делает тонкими линиями, конечно. Конечно, здесь они идеально совпали, нам нужно современную температуру получить, а дальше они разошлись очень хорошо, но изотопы мне показывают, как менялась температура поверхности льда. И я вижу, что да, посмотрите, от современного это ноль, это примерно 16-12 градусов в Антарктиде, но не на экваторе. на экваторе все меньше. Ну и вот на этом я вроде бы даже уложился во время, я заканчиваю, мне бы хотелось в качестве уже пиара и агитации закончить фразой, что математическое моделирование, вот как я его понимаю, это современный способ познания. Мы не все можем сделать в уме, в голове, не все может сделать компьютер, а вот если мы все это объединяем вместе, я имею в виду и наше сознание, и средства компьютера, которые его дополняют, и математические модели, мы можем заглядывать в будущее и прогнозировать его. Спасибо за внимание. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!